Пациент. Мужчина 60 лет. Ранее обследовался в ЦРБ, центральной районной больнице, с жалобами на шаткость, походки, общую слабость, чувство нехватки воздуха. Жалобы появились около 4 месяцев назад. Было выполнено КТ головного мозга, на котором выявлены гиподенсные очаги, то есть очаги со сниженной плотностью, подозрительные на образование. Метастазы. Для уточнения диагноза, размера и локализации выявленных образований, пациенту было рекомендовано проведение МРТ головного мозга. Учитывая онконастороженность, МРТ было выполнено с контрастным усилением, так как любая опухоль – это, прежде всего, изменение нормального сосудистого русла, развитие новых сосудов, компрессия, смещение нормальных сосудов. Было выполнено МРТ головного мозга по онкопротоколу. Область исследования. Головной мозг с контрастным усилением. Исследование выполнено в режимах T1V, T2V, FLARE, DYNAMIC. Исследование выполнено в AX, SEC, в CORE проекциях. Контрастное усиление, PROHENS, 10 мл. Справа, в затылочной доле, выявлено массивное кистозно-солидное образование, размером 42х36х43 мм, с преобладанием кистозного компонента. Образование активно копит контраст, длительно удерживает его вокруг зона массивного перифокального отека, размером до 78х61 мм. Слева аналогичное образование, той же локализации, размером 46х39х34 мм. Зона отека 73х54 мм. В левом таламусе – очаг патологического накопления контраста 8х6 мм. В левом полушарии мозжечка очаг размером 37х33х22 мм, также с перифокальным отеком. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, умеренно расширены. Третий и четвертый желудочки мозга не изменены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла, супраселлярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла. Расстояние до хиазма 7 мм. Гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен. Высота гипофиза 3 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мостомужечковые углы свободны. Сильвеевые щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Субкортикально, пара и суправентикулярно. В белом веществе лобных и теменных долей выявляются мегачисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги размерами до 3-4 мм. Без перифокального отека. Болевероятно, дисциркуляторного характера. Расширены переваскулярные пространства верхового робина. Краниоспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования. Носовая перегородка смещена влево на 8 мм. Учитывая расположение, форму, реакцию прилежащих тканей, а также характер контрастирования, было высказано предположение о секундарном метастатическом поражении головного мозга. Искривление носовой перегородки у пациентов подобного плана имеет значение в свете реанимационных мероприятий, постановки желудочных катетеров. Таким образом, было сформировано следующее заключение. Заключение. АМР – картина секундарного поражения головного мозга, дисторкуляторной энцефалопатии, пустого турецкого седла и скривление носовой перегородки. Рекомендована консультация онколога в КТ грудной и брюшной полости с контрастным усилением в целях поиска первичной опухоли. Онкопоиск был продолжен проведением КТ-томографии органов грудной и брюшной полости. Метод КТ выбран из-за большего пространственного разрешения, возможности визуализировать органы грудной и брюшной полостей. Практически одномоментно, с использованием одной дозы контрастного йод-содержащего препарата. Область исследования. Органы грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства. Таз не включен. С внутривенным болюстным контрастированием. Омнипак 350, 100 мл. С реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Органы грудной клетки. В задних отделах нижней доли правого легкого, краниальной отдела S10, выявлено объемное образование неправильной формы около 15 на 22 на 20 мм до плюс 30 по Хаунсфилду на преконтрастных изображениях и до плюс 70 Хаунсфилда в артериальной фазе с неровными бугристыми краями на фоне пневмофиброза. Пневматизация легочной ткани диффузно повышена, с признаками имфиземы. Петление легочных артерий типичное, контуры их четкие. Бронхи на видимом протяжении проходимы. Визуализируются просветы бронхов третьего порядка. Стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Определяется локальное сужение просвета левого главного бронха за счет сдавления лимфоузлами до 5-6 мм на протяжении 15 мм. Выявлены множественные увеличенные лимфатические узлы и фредостений, неоднородной плотности, плюс 20, плюс 45 Хаунсфилда на преконтрастных сканах, с накоплением контраста на периферии в артериальной фазе, с бугристыми краями неправильной формы. Рифукрационные лимфоузлы 38 на 40 мм на аксиальном срезе, нижние паратрахеальные справа 42 на 22 мм на аксиальном срезе, с компрессией верхней полой вены. Слева нижние паратрахеальные лимфоузлы 6-10 мм в поперечнике. Верхние паратрахеальные лимфоузлы до 25 на 20 мм на аксиальном срезе, со сдавлением плеч и головной вены. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Жидкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах грубо не увеличены. Аорта и ее ветви обезвестлены не расширены. Костно-травматических и деструктивных изменений не определяется. Деформирующее разрастание тел позвонков грудного отдела позвоночника. Органы брюшной полости забрюшенного пространства. Контуры печени ровные, четкие, крайне закруглены. В размерах печень не увеличена. Плотность паренхима равномерна, в среднем плюс 55 хаунсфилд без контраста. Локальных участков снижения либо повышения плотности не наблюдается. Сосуды системы воротной вены не расширены. Желчный пузырь грушевидной формы заполнен однородным содержимым плотностью плюс 20-25 хаунсфилда, без конкрементов высокой либо низкой плотности. Стенка не утолщена. Общий желчный проток не расширен. Внутри печеночные желчные протоки не расширены. Поджелудочная железа обычного дольчатого строения с вистончатыми краями в размерах не увеличена. Главный панкреатический проток не расширен. Отека парапанкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка не увеличена без патологических включений в структуре. На отпочечнике справа выявлено объемное образование до 26 на 18 мм на аксиальном срезе, накапливающий контраст на периферии до плюс 60 хаунсфилда в артериальной фазе, до плюс 30 хаунсфилда в центре. Слева также определяется объемное образование размерами 25 на 14 мм, плотностью до плюс 60 хаунсфилда. Венозная фаза до плюс 70 хаунсфилда на периферии и до плюс 40 хаунсфилда в центре. В отсроченной фазе до плюс 30 хаунсфилда на периферии плюс 20 хаунсфилда в центре. Нативная плотность плюс 20 хаунсфилда. Коэффициенты вымывания больше характерны для аденомы. В почке выявлены киста до плюс 22 мм в поперечнике, в паренхиме правой почки, в средней треть. Без признаков накопления контраста, а в остальном объемных образований кист конкрементов в чашечках и лоханках не определяется. Чашно-лоханочная система не расширена. Мочеточники визуализируются с обеих сторон, равномерно заполнены контрастом в экскреторную фазу. Не расширены, не деформированы, конкрементов в просвете обоих мочеточников не выявлено. Увеличенных патологически измененных лимфатических узлов, а также свободной жидкости брюшной полости не выявлено. Заключение. КТ-картина объемного образования нижней доли правого легкого на фоне выраженной лимфоденопатии, средостения с воздействием на сосудистые структуры и дыхательные пути, локального сужения просвета левого главного бронха, хронической обструктивной болезни легких, ауэрта короносклероза, объемных образований обоих надпочечников, боли, вероятно, аденомы, кисты правой почки, босниак-1. Рекомендуется консультация онколога. Таким образом, правильно, сочетая МРТ и КТ, у пациента с неясным диагнозом на протяжении почти 4 месяцев был установлен окончательный диагноз, диагноз за 2 дня. МРТ и КТ,